Продолжение следует... 11 ноября текущего года Министерство юстиции Приднестровья нашло в себе наконец силы обратиться в Тираспольский городской суд с иском о закрытии Народной демократической партии Прорыв. Это, на мой взгляд, по большому счету беспрецедентное, скандальное, политизированное, ангажированное, тоталитарное решение, каковых в истории Приднестровья. И вспомнить-то трудно. Во всяком случае, в новейшей истории такого еще не было. Примечательные мотивы и поводы, по которым Миньюс обратился в суд о ликвидации НДП Прорыв. Министр Степанов утверждает, что их ведомство никак не могло, оказывается, провести проверку деятельности нашей партии. Не могло познакомиться с ее списками. Якобы мы, в отличие от других партий, не реагировали на их призывы к сотрудничеству, не исправляли ошибок и прочее. Конечно, Прорыв можно и критиковать, и хвалить у каждого свой взгляд на нашу партию. Но то, что эта партия, партия, которая ведет реальную политическую работу, близкую к тем стандартам, которые приняты в той же России, в Европе, с этим практически согласятся все. У нас есть все признаки партии. Это и фиксированное членство, это и наличие печатного органа, это и постоянная работа с гражданами Приднестровья. Это активная, в конце концов, политическая позиция по всем острым вопросам жизнедеятельности ПМР. Миньюс утверждает, что им было обнаружено 500 личных дел партийцев. И что в ходе опроса этих людей, они выяснили, что 175 из них не состоят в партии. Следовательно, численность партии менее 500 человек, и она должна быть запрещена по закону. Я уже не говорю о том, что мотивируя таким образом запрет партии, Степанов выглядит глупым студентом-троечником провинциального университета на околоюридическом факультете. Как можно написать о том, что получены списки партии аж за 2007 год, а на дворе, господа, заметим, 2011, и что вот из этих 500 человек они нашли 175, которые не состоят в рядах нашей организации. Приоткрою маленький секрет. Как нашлись эти 175 человек? Я не знаю, нашлись ли они вообще, но так во всяком случае утверждает Миньюс. Эти 175 человек искал не Степанов и не его сотрудники. По всему Приднестровью рыскали оперативники МГБ, работали по спискам, давили на людей, и требовали от них отказаться от членства в НДП прорыв. У меня вопрос к Степанову. Вообще он думает головой или нет, когда позволяют себе такие вещи, когда он использует механизмы давления для того, чтобы выдавливать людей из партии. Второй момент. А почему господин Степанов не познакомился с партийными списками за 2008, 2009, 2010, 2011 годы? Министерство юстиции пишет, что оно якобы ловило меня, искало, и я всячески избегал с ними сотрудничества для того, чтобы заполучить эти списки. Я скажу вам прямо. Когда выяснилось, какими методами выбивают из людей отказ от членства в НДП прорыв, я, откровенно говоря, не горел желанием передавать эти списки в Миньюс. Потому что копии с них автоматически попадали в Министерство госбезопасности, которое на сегодняшний день, на мой взгляд, в значительной степени вышло за правовые и конституционные рамки в поведении работы. Занимается политикой, что, собственно говоря, не предусмотрено законом о МГБ. Но это уже третий вопрос. Да, я был занят, я выполнял свои депутатские обязанности, я выезжал с командировками и другими поездками за пределы Приднестровья. Да, я не должен выстраиваться под ранжир по одному щелчку пальцев господина Степанова. Но не должен я этого делать. Может быть, Степанов привык у себя в Миньюсе щелчком пальца решать любые проблемы. Но со мной, как с депутатом и председателем партии, такие вещи не пройдут. Тем не менее, не ознакомившись с списками за последние 4 года работы партии, Министерство юстиции выносит свой иск в суд о ее ликвидации. Я прямо с компьютера сейчас зачитаю уникальность формулировки, от которой любые юристы просто упадут с ног. Поэтому я предлагаю всем сесть в кресло или на диван. Звучит это так. Итоги завершенной проверки дают повод полагать, что лица, выступающие в настоящее время от имени НДП «Прорыв», не имеют правовых оснований использовать в наименовании своей группы термин «Партия», поскольку их фиксированное количество не достигает параметров и так далее. То есть официальное ведомство, подавая иск в суд о ликвидации партии, а ликвидация партии согласно законам политических партий, это высшая форма наказания за такие деяния, как экстремизм, как антиконституционная деятельность, как попытка свержения государственного строя. Вот за что можно партию ликвидировать. Но, видимо, у господина Степанова свои тараканы в голове. И он пишет, что он имеет основания полагать, что у нас что-то не соответствует тем или иным параметрам и требованиям. Вот вам, какая у нас юстиция, вот вам, какие у нас правоведы. И вот вопрос к юридическому факультету, как такие люди, как Степанов, вообще могут стать юристами в этой стране. Я считаю, что совместная провокация Министерства юстиции и МГБ наносит очень серьезный ущерб имиджу республики, ее правовым основам, гражданскому обществу. И по данному факту, несомненно, должна быть очень серьезная реакция, как со стороны гаранта Конституции в лице Президента, так и со стороны других органов, обязанных надзирать за соблюдение законности и Конституции. Такое решение Минюста создает основу для закрытия еще многих неугодных господам Антифееву и Степанову партий. Этому необходимо противостоять жестко, немедленно и принципиально. Если бы господин Степанов и господин Антифеев понимали все тонкости и нюансы системы под названием «Прорыв», которая включает в себя не только партию, а еще и ряд других структурных подразделений, то они бы даже не брались за это пустое дело. Прорыв, господа, вам не удастся уничтожить никаким образом. Скорее вы уйдете с лица Приднестровской истории, чем это сделает прорыв. Потому что наша партия живая, неживые люди, немного молодежи. И вот так щелчками пальцев ее не удастся закрыть. Вместе мы сила, вместе мы победим. Идем на прорыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова